Что и делают наши футболисты, в частности Роман Емельянов. Но так как Зуев еще лежал, судья заставил его подняться. 83 минуты сыграно в матче России-Эстонии. Молодежные сборные. Отбор на чемпионат Европы. Удар по воротам! Гол! Российская сборная открывает счет. Мне показалось, что были нарушены правила. Но судья атаку не остановил. И Георгий Нуров рыбкой метнулся за этим мячом. 1-0. Россияне открывают счет в очень важный момент. 7 минут остается до окончания основного времени матча. И 1-0. Не выручил Марко Мэйц. Справедливости ради нужно отметить, что столько раз, сколько он выручил. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Хотел зачеркнуть мои все слова. Мои! 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 Чаров. Джалилав. Мочаров. Они хорошо и спокойно взаимодействуют. Подключают защитников и сами смещаются на линию вперед. Нуров в ожидании мяча. Что такое? Нет офсайда! Прострел! Ну-ка! Гол! 1-1. Георгий Нуров сравнивает счет в сегодняшнем матче, друзья. Вот так вот. Один момент. Одна оплошность, но просто раскатали сейчас. Металлурк Новокузнецкий просто раскатала. Молодежь Нижнекамская. Получилось просто здорово. Между ног еще прошла передача. К тому же Вахет Арсакет передачу отменную выполнил. Ну и Нуру оставалось просто... Георгий Нуров, по-моему, одиннадцатый номер нет. Показывает нам Джалилова. Но Нуров, конечно, бил же. Сделал то, что и должен делать заправский нападающий. Четкий, хлесткий удар. Легко прошел одного соперника. Ну и смотрите. Оказался... Видел заблуждение голкипер тем, что после рикошета мяч по иной траектории пошел. Там Денис Бояринцев и Стеклов. Не самые высокорослые футболисты, но так, что называется, подстраховаться. Может быть, Галиулин сейчас схитрит и пробьет в ближний угол. Но, скорее всего, будет у нас навес. Сейчас здесь на сорионе Эдуард Цельцову на 65-й минуте. 2-1. Торпеда выигрывает у Нефтехимика. И вот навес. Опасно. И 2-2. И 2-2. И снова. Снова все сначала. Мало что предвещало этот гол Нефтехимика, признаемся. Но вот и замена Дмитрия Агая сыграла Георгий Нуров. Сравнивает счет во второй раз в этом матче. Ну что же. Давайте смотреть еще раз. Не самый высокий футболист. Оп. Но здесь Александр Довни он опередил на выход. В команде игрок. Он сейчас еще как футболист опытный, ветеранинский, наверняка имеющий очень серьезные весы в раздевалке тоже. Это видно потому, как партнеры с ним общаются, как на него играют. Мощный рывок. Как от стоячего защитника убегает футболист Рубин. Удар поворотом. 1-1. Футболист Рубин в будущем. Извините, погрячился. Футболист нефтехимика. Это просто поразительно. Какое же преимущество в скорости было сейчас у игрока. Осталось понять, кто забил. Не очень хорошо заметен номер, но было все исполнило мастерские. Показывает нам Галиулин. Нет, упорно нам не хотят показывать атаку нефтехимик. А эта атака завершается взятием ворот ротора. Вот так вот. Да, мы тоже очень недовольны, как и все болельщики. Но болельщики в большинстве своем на стадионе центральной недовольны тем, что взятие ворот произошло. Мы недовольны тем, что мы его не видели. Отличился Георгий Нуров, вышедший на замену. Вот так вот сыграла эта замена Дмитрия Огая. Еще раз смотрим повтор. Георгий Нуров, номер 11. Переиграл он здесь Дениса Пчелинцева. Несильный удар, но очень точный. В дальний угол. И не смог галкипер ротора свою команду спасти. Георгий Нуров. Поскользнул сейчас Арсахедов и не сумел прихватить этот мяч. Но ответил взаимностью сейчас и другой игрок питерского «Зенита». Центральный защитник Степан Ребенко, который подключился в атаку и оголил тылы. Вот сейчас может убежать Гопаров. Передача на Нурова. Открывается сам Гопаров по левому флангу. Нуров будет бить. Я чувствую, да, удар! Поворотом! Гол! Пятый гол в сезоне забивает Нуров шикарным дальним обводящим ударом. На пятьдесят шестой минуте. Нуров становится единоличным бомбардиром нашей команды. Лучшим бомбардиром пять мячей в его активе уже после одиннадцати матчей. Но это хороший показатель, действительно. Здорово он вписал в состав нашей молодежи. Но не даром Георгий Нуров является одним из лидеров нашей молодежной команды. И что самое главное, он тренирует мяча Михаила Горалишвили. Обычно ему как раз и доверяют вот такие стандарты. Когда далековато все-таки до ворот. А здесь порядка тридцати, наверное, метров до середины ворот. У Михаила неплохой удар. Ну, также он может навесить на своих партнеров. А у Рубина есть кому заполнить передачу. Игораев, и, конечно же, Кверфеля, и Джалилов. Товсачи высокоросные ребята. Передача на Далифах. Удар Нурова! 2-0! Вот так вот Георгий Нуров заработал этот стандарт. И сам же его реализовал после передачи. Михаил Горалишвили на 21-й минуте встречу. 2-0 ведет Казанский Рубин. Гол забил Георгий Нуров. Номер 97-й. 21 минут прошла в этом матче Георгию Нурусанову. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Мяч забил Георгий Нуров, номер 97. 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 Мяч забил Георгий Нуров. Мяч забил Георгий Нуров. Мяч забил Георгий Нуров. Вновь Нуров. Мяч, который сегодня уже отметился опасной подачей. На вес. Мяч, удар! 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 Продолжение следует...